Итак, друзья, последние новости. Санкции Microsoft в РФ могут привести к включению ряда функций на компьютерах. Во-первых, никаких официальных санкций нет. Никто, компания Microsoft, не заставляет прекращать свою работу. Но сама компания Microsoft заявляет о уходе из России. Ну а дальше остается уже гадать экспертом. Вот сейчас появилась информация о том, что, друзья, возможно, перестанет работать подписка на Microsoft Office 360. Там, по-моему, подписка может быть годовая или месячная. Я не знаю, у меня нет, я честно скажу вам. Так вот, есть предположение, что ее, значит, отключат эту подписку. Как считают аналитики рынка, программа не перестанет работать, однако при этом может перестать функционировать Microsoft облако и оплата подписки. Таким мнением поделился специалист по технической поддержке российского сетевого ритейлера. Опять же, друзья, как всегда, можно добавлять, но это не точно, да. Что по поводу операционной системы, то для того, чтобы продолжить ей пользоваться, жителям ВРФ стоит отказаться от автоматических обновлений. Сперти подчеркнули, что данный способ может продлить работу Windows на некоторое время, сообщает Московский Комсомоль. Друзья, я лично буду в своих роликах обновляться, потому что, если что-то пойдет не так, я могу переустановить Windows 11. У меня есть, кстати, Windows 11 старый на флешке установщик, соответственно, ну или просто могу откатиться, если что, можно откатиться, чтобы вы знали без проблем обновления. Это остается у, значит, хозяина компьютера Windows, соответственно, эта возможность остается. Так что я сомневаюсь. И я еще раз вам повторяю, что я лично буду обновляться, и вам, чтобы вам показать, что происходит с моим компьютером, происходит ли что-то не так, или все нормально, так что не беспокойтесь. Напомню, что поставщик операционной системы Windows, американская корпорация Microsoft, ввела санкции против Российской Федерации. Из-за этого компания приостанавливает продажи своей продукции для российских пользователей. То есть, ну, собственно, вопрос, какой процент российских пользователей действительно покупают Windows, это вопрос такой с сарказмом. Но вот такие вот новости. Так что следим. Но, кстати, друзья, продажи-то перестают или не перестают? Ну, я уже пока в предыдущем ролике, что официально сайт Microsoft, Microsoft.com, предоставляет, значит, все бесплатные ресурсы для создания загрузочных флешки Windows 11, Windows 10 и так далее. Для скачивания и установки Windows 10 и 11 средства остаются. Потому что они, как бы, позволяют, если у вас есть уже ключ, если куплен продукт, то скачать и установить. Вот. Ну, или просто скачать и установить, даже если у вас ключа нет. Это тоже есть. Это позволяет Windows 10 и Windows 11 просто установить Windows 10 и 11. Вообще просто так, без ключа. Просто со временем, если вы не активируете, у вас будет введеной знак справа внизу о том, что активируете Windows 10 и все. Друзья, вот, собственно, вот такие вот новости. Не знаю еще, что сказать. Пока, ну, не следует поддаваться панике. Потому что Apple, я тоже уверен, что не блокирует. Я тоже буду обновлять, показывать, что происходит с телефоном. Значит, и вот, собственно, и все. Вот такие вот новости. Как раз наоборот, если нам захотят делать санкции, как раз не будут обновлять наше устройство. Вот я что считаю. Чтобы мы не получали самую последнюю защиту и, значит, и так далее. Залатывание дыр, чтобы у нас не было. Друзья, вот такая вот новость. Ссылка на новость, как всегда, будет в описании. Все доброе всем, пока, до свидания.